Всем привет, друзья! Начинаем новую влагинку. Давно не было влагинок. И в самом начале сейчас я вам покажу. Мне пришла коробка от MyProtein. Сделаем сейчас обзорчик небольшой на все, что пришло в этой коробке. Полетели! В основном я заказал штуки, которые мне реально нравятся и которые мне реально нужны. Давайте посмотрим. Первое это глюкозамин. Без глюкозамина спортсмену вообще никуда, потому что он укрепляет кости, суставы и так далее. Спортсменам это очень важно. Следующее я заказал. Четыре одинаковых соуса. Они свитчили, короче, свитчили. Это самый вкусный соус. Он реально очень-очень кайфовый. Следующее я заказал. Жидкий мел. Это когда вы смазываете руки и висите на турничке, и у вас не прокручиваются руки. Заказал две вот таких, две баклажки вот таких пацанам и одну себе. Также я взял дневные витамины. То есть все витамины, которые включают в себя нужную дневную норму вот нутриентов, минералов и так далее. Также я взял много шоколадок. Вот такие вот шоколадки. Они содержат 19 граммов протеина и содержат очень мало углеводов. А точнее углеводов всего лишь 18 граммов. Представляете, вот на целую шоколадку 18 граммов углеводов. Самое крутое, что мне реально больше-больше всего понравилось, это вафли. Я их набрал целую кучу. Вот такие вот вафли. Это реально просто лучшее то, что есть. Пять пачек, ребят. Ну и следующее это у нас одежда. Также одежду взял. Две футболки, штаны и еще что-то пришло. Сейчас посмотрим. Какая сегодня хорошая погода, друзья. Где-то 25 градусов. Я в куртке, потому что еще не до конца выздоровел. Сейчас пойду к одному человеку, покажу вам крутые изделия, которые он делает. Да машины, вертолет даже есть. Сейчас увидите. Нет, не эти машины, другие машины. Вот, собственно, друзья, это все сделано своими руками, кроме вон той машины. Вот, вот этой. Остальное все своими руками. Хотя вертолет, я ожидал, что он будет реально вертолетом, а не такая штука. Вот бывают такие люди, которые любят мастерить все, делать своими руками. Вот эти все машины ездят. Все большие машины, которые вот эти газы, которые... Они все на ходу. Очень круто. Есть еще Волга там, но Волга в гараже стоит. Поэтому очень круто. Если из вас такие люди есть, то я уверен, вам понравился этот контент. И вы взяли для себя что-то новое, посмотрели, узнали и так далее. Ну, как всегда, сидит отлично. Вся одежда с MyProtein, блин, идеально сидит на спортсменах. Я думаю, у всех, у кого фигура хорошая, смотрится хорошо. И смотрите, вот тут такая штука раздваивается. То есть получается нестандартная форма снизу, а она такая оп, раздваивается вот тут. Это классно. Оп, выглядит она вот так вот. Тоже хорошо сидит, как всегда, облегает. Материал крутой, что на той футболке, что на этой. Вот так вот она выглядит. Следующие это штаны. Тоже хорошие спортивные штаны. Сидят они хорошо. Довольно-таки внизу они заужены. Все как я люблю. Вот. Есть кармашки. Они закрываются на замочек. Это тоже очень удобно. А еще я взял носочки. Носочки первый раз сделал. Посмотрим, что это такое вообще. Ну вот, вот так вот они выглядят. Нормальные носочки. Единственное, я взял большеватый размер себе. То есть если вот так сделать, то пятка будет вверху. Поэтому мне немножко их нужно вот так вниз стаскивать, чтобы было нормально. А так прикольные. Ноги будут дышать, я думаю. Потому что вот тут вверху они тоненькие, а внизу они нормальные, обычные. Крутые носки вроде. А сейчас идем на тренировочку. Ну что, друзья, вот мой микрофон приехал. Вот такая штучка примерно стоит около 200 евро. Вот, собственно, вы слышите сейчас звук без микрофона, без этого. Обычный стандартный встроенный микрофон в камеру. А теперь, теперь вы услышите звук с микрофоном. Запомнили мой голос сейчас? Давайте сравним. А вот сейчас, друзья, надеюсь, вы можете слышать хороший, качественный звук. Потому что сейчас стоит уже микрофон, и мы идем на тренировку. Я надеюсь, звук качественный. Потому что если он не качественный, я просрал 200 евро. Поэтому напишите мне, какой звук лучше. До этого без микрофона, либо с микрофоном. И не дай бог вы напишите, что без микрофона был лучше. И, наконец-то, с качественным звуком я могу сказать, что на сайте archiomorris.com скидки 35% на программы на улице. На улице. И для новичков. То есть для набора массы, и для сушки на улице. И для новичков 35%. Поэтому заходите, покупайте, пока есть возможность. И тренируемся на улице. Полетели на тренировку. Я первый раз, кстати, туда пешком иду, без велика. Далековато пердюхачить без велика. Ну, камера теперь большая у меня. С великом тут не особо круто будет ехать и снимать. Поэтому ходим пешком теперь. Яу-яу-яу, маныгас. Я, короче, допустил глобальную ошибку. Ты забрал посылку... Да дай кулачок, блин, дурачок. Ну что, ребят, Данек здесь. И сегодня мы вам покажем, так как в предыдущем видео он всех просто вот так, вот, 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 вообще вот так, да? Во все просто эти, короче, сделал. И, ну, в выходах силы, я же не сказал. А то не поняли бы, да, что он сделал. Вот, короче, сейчас он покажет, как делать именно офигенные чистые выходы. Расскажет подводящие упражнения и покажет, собственно, как их делать. Ну, не вот так, конечно, а вот так полетели. Итак, Данек, за сколько можно вообще научиться делать выход силой? Как ты научился, за сколько времени у тебя ушло? Ну, я изначально трениал дофига базы. Базу? Да. То есть обязательно нужна база, это что? Это подтягивание, отжимание и отжимание на брусьях. То есть сколько примерно нужно делать подтягивание, отжимание на брусьях и просто отжимание? Раз 10 вполне хватит. По 10 раз всего лишь и того, и того, и того, и того? Да. То есть 10 раз, если есть, то человек любой сможет сделать выход силой. Отлично. Смотри, какие есть определенные подводящие упражнения, чтобы сделать выход силой, чистый? Нужно как бы уметь делать такое движение, как когда вы делаете выход, вы проворачиваете как бы. И какие упражнения помогают, чтобы раскачать предплечье, например, плечи? Покажи. Если вы новичок, то вам для начала нужно будет раскачка. И потом вы делаете выход. Это намного проще, чем идеальный просто выход. Так как раскачка вам позволяет занестись на турник. То есть смотри, если ты хочешь сделать идеальный выход силой, но ты не умеешь делать выход с раскачкой, да, то ты не сделаешь идеальный выход силой. Нет. Да? То есть тебе сначала нужно научиться делать именно с раскачкой, а потом уже переходить к идеальному. И когда вы уже научитесь делать идеальный выход, вы должны будете контролировать все тело, чтобы у вас ничего не болталось. Ну вот. Ну смотри, а допустим, человек вот не может сделать даже с раскачкой. Что ему для этого нужно сделать? Ему нужно увеличить базу, повторение. То есть если у человека есть база, то он 100% может сделать с раскачкой. Да. Итак, друзья, сейчас будет жесткий замес в армрестлинге между Даньком и Андрюхой. Сейчас посмотрим, кто кого победит. Сколько весишь? 70. 70. Сколько весишь? 55. 55. Кто встасет? Он. Кто-то встасет. Давай. Давай. Два. Поровнее. Во. Раз. Два. Два. Три. Три. Ядренка раз. Ай, я себе. Просто иди. 55 килограмм. Что за дрессито? Сейчас второй подход будет. Да, левая больше не хочу. Второй раунд. Раз. Да прямо руку держи, что ты его уже завалил. Раз. Раз. Два. Три. Андреус. Давай. Уничтожай. Я типа просто так могу руку держать. Да не держи ты и вали его. Нифига. Нифига тебе. Короче, кто тут самый сильный подросток в Эстонии? Андреус. Я. Ха-ха-ха. Я пошел. Раз. Два. Три. Андрей. Левый не работает, что ли? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сука. Андрей, выноси! Ай. Что думал? Ха-ха. Самый сильный подросток ты должен быть. 55 килограмм. Давай, в тебя верят все. 5 человек. Стоп. Сейчас он на слабле. Ты думаешь, он на слабле? Да. Ты смотри, какая у него банка, как у Терминатора, е-мое. Я сейчас вообще не давлю. Не давишь? Нет. Так ты сейчас упадешь, блин, не давит он. Короче, Андрюха выиграл на правую, Данек на левую, потому что... Блин, Андрек хотел сказать. Потому что я левший. Потому что Данек делает дело левой, а он правой. Ставим лайк. Но как сделать вот именно силовой, чтобы как бы без дерганий, без инерции и так далее? Какая следующая ступень? Следующая ступень. Если вы, ну, уже умеете сраскачивать, как я ранее говорил, и для этого как бы понадобится резина. Ну, специально для трубников резина, которую вы вешаете, фиксируете ноги в резину. Тренировочная резина. Да, да, да. Тренировочная резина. Она вам очень поможет на самом деле, ну, ну, чисто делать выход силой идеальный. Вот, сейчас я вам покажу идеальный выход силой. Вообще без раскачки. Короче, ребят, основная методика, тут особо методик таких нету. Основная методика, это просто иметь базу, отжимания, подтягивания, отжимания на брусьях. Ну, как Данек сказал, по 10 раз. Я не знаю, лично я советую 20 раз хотя бы подтягиваться, тогда вы сможете спокойно делать выход силой. Если вы не умеете, я лично на своем примере говорю, если я раньше не умел делать выход силой вот именно, ну, без раскачки, я делал просто с раскачкой. И то я его не тренировал вообще, я просто так иногда подходил к турнику и делал с раскачкой. То есть делал, делал, и так наработалось, и теперь я могу парочку выходов сделать, ну, именно силовыми. То есть я вообще не занимаюсь воркаутом, вот именно всякие трюки там не делаю на турниках. Я занимаюсь с весом. Силовая база присутствует, и если у вас есть силовая база, то вы, по идее, должны сделать выход силой, либо технически, да, вот этот, с раскачкой, либо просто обычный силовой выход силой. Поэтому тут никаких там особых таких каких-то крутых трюков, каких-то подводящих упражнений для этого выхода силой просто нету, да, Данек? Да, и вы должны, я ранее забыл упомянуть, вы должны подтягиваться чисто. То есть не кое-как там 10 подтягиваний делать. То есть без рывков, да? Да, без рывков вообще идеальных. А, кстати, слушай, многие советуют делать с, как это, ну, к груди, короче, подтягивания взрывные. Да, у вас должны, да, это очень помогает на самом деле, потому что я изначально мог взрывные делать. Подтягивания, это примерно вот, и вот. Вот такие вот. То есть, ребят, вы стараетесь делать вообще, ну, максимально как можете, да, получается? Если к груди можете, делайте к груди, если можете к пупку, делайте к пупку. И тогда это максимально вас приблизит. Мне кажется, кто может делать к пупку, тот уже максимально может делать выход силой, потому что это сложно. Это уже, считай, больше половины. Это положение, да, уже. Да, это уже, считай, больше половины дела сделано. Вот. Поэтому, если вы не умеете делать к пупку, делайте вот до груди резко взрывными, бам-бам. Но они должны быть чистые, без инерции, там, без ног, без раскачки. Делайте бух, бух. И в конце вы научитесь делать выход силой. Вот такие вот упражнения. Андрюха, короче, в качестве интервьюера я хочу узнать у тебя, сколько раз в неделю ты тренишь и как ты вообще питаешься? Я думаю, нашим подписчикам будет интересно. Треню я вообще каждый день, когда могу. И суббота, и воскресенье тоже? Да, естественно. Вообще. А как ты восстанавливаешься? Да никак. А вот поэтому он такой маленький? Да. Ну, типа, мне не нужен вес, поэтому я не восстанавливаюсь. А ты не ешь ничего? Класс. Не, я ем все, что есть в холодильнике. То есть абсолютно все? Никакого рациона, ни диеты, ничего нет? Да. Нифига себе. Короче, ребят, вам нужна тактика такая, значит, если вы хотите быть дрыщом, но сильным, вам нужно заниматься каждый день и ничего почти не есть. Ну что, друзья, специальный эксклюзивчик для вас. Это Андрюха сейчас подтянется максимальное количество раз и посмотрим, насколько он силен в подтягиваниях, а не только в армрестлинге. Полетели. Вот напишите в комментариях, кто 30 раз подтянется, а? А? Подтянешься 30 раз, конечно. Уверен? Друзья, сейчас сняли программу тренировок Данька, вон он там. Короче, выйдет отдельное видео, программа тренировок, поэтому ставьте лайк, если ждете. Муха запарила летать. Ну что, друзья, я дома уже, пришли с тренировки. Короче, приколитесь, заказал на ebay вот такую штуку. Думал, она здоровая придет, ну для камер, чтобы держать этот манки пот или как он там называется. Короче, гнущиеся вот эти ножки, чтобы можно куда угодно было прикреплять их. Вот, заказал, думал, здоровенная такая штука прикольная придет, что можно будет носить камеру теперь вот так, типа за ручку такую. А пришла какая-то фигня, у которой вот вылетает вот эта штука, моя камера вот такая здоровенная. То есть она теперь весит килограмм, наверное, и 200 грамм примерно с микрофоном. Вот, и вот это, конечно, не подойдет, надо заказывать новую. А так, друзья, спасибо большое за то, что посмотрели этот влог, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь обязательно на канал, будет еще много-много всего интересного. И, естественно, заходите на сайт archimorys.com, там самые крутые программы и скидки только для вас. Спасибо большое за внимание, увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok